МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» с главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Пациент жив или мертв? Последняя информация о ситуации на чувашском бройлере. Кто нанес ущерб экологии? Специалисты выясняют происхождение разлива зловонной жидкости около Новочебоксарска. Достаем ручки, открываем тетради. В Чувашии работает горячая линия по вопросам качества школьных принадлежностей. Новые перспективы могут открыться перед предприятиями республики после ряда встреч, которые провел в Москве Михаил Игнатьев. Об этом шла речь на очередном заседании Кабинета министров. Участие в международном форуме «Армия-2017», деловые переговоры с представителями корпорации «Росатом». И там, и там наши предприятия представили свои инновационные разработки. В области атомной энергетики уже давно налажено сотрудничество. Михаил Игнатьев подчеркнул, что организациями проделана большая работа по разработке и освоению производства новых видов изделий и оборудования, способных заменить иностранные аналоги, а в ряде случаев, превосходящих их по многим параметрам. Они просят собраться еще где-то в конце сентября или в начале октября. Мы по итогам этого форума подведем определенные итоги, какие заказы, какие контракты дополнительно подписаны. И с точки зрения дальнейших движений нам надо, признавая то, что государственные заказы будут уменьшаться, об этом говорил президент Российской Федерации, начиная с 2025 года, конечно, к этому должны быть готовы. Дополнительные договора должны быть заключены для того, чтобы, имея эти дополнительные заказы, для самореализации молодежи могли создавать рабочие места. Правительство Чувашии одобрило и проект постановления о правилах предоставления субсидий предприятию Чуваш Автотранс. Напомним, что в конце мая оно получило коммерческий кредит в сумме 62 миллиона рублей для покошения кредиторской задолженности по заработной плате. В связи с недостаточностью собственных оборотных средств для возврата основного долга и процентов по кредиту предприятий предусматриваются субсидии из республиканского бюджета Чувашской республики. Настоящим проектом постановления предлагается утвердить правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской республики групп Чуваш Автотранс на финансовое обеспечение затрат на уплату основного долга и проценту по кредитному договору. На заседании правительства были также рассмотрены и другие социально значимые проекты. Зеленая энергетика. На Новочебоксарском заводе солнечных модулей «Хевел» начали выпускать батарейного типа. Об инновациях в энергетике Татьяна Леонтьева. Вот она, технология будущего. Мы находимся на солнечной электростанции, которая состоит из вот таких модулей. Их делают из кремния. Это, кстати, единственный элемент, который преобразует солнечное излучение в электроэнергию. И тот, кто придумает, как наиболее эффективно это делать, и станет лидером на рынке солнечной энергетики. У завода «Хевел» есть все шансы стать первым. После модернизации производства с конвейера сходят гетероструктурные модули собственной разработки. Они улавливают свет даже в пасмурную погоду, способны работать в экстремальных температурах и вырабатывают большой объем электроэнергии. А если говорить про мощность модуля, мощность данного модуля в среднем составляет 300 ватт, что, собственно, на этапе строительства станции тоже дает определенную экономию. КПД таких модулей выше 20%. Поэтому показателю наша разработка не уступает мировым – китайским, японским и американским. Еще один вариант солнечной пластины – двусторонний. Этот модуль еще дополнительно даст прирост эффективности. Мы считаем, что дополнительный отражающий эффект от земли, от снега, от песка, от воды даст возможность получить еще дополнительно 20-25% выработки. В обновление производства вложили почти 4 миллиарда рублей. Часть средств – 300 миллионов – выделил Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности предоставляет займы на разные этапы реализации производства. В числе прочего, мы даем деньги и на завершение производства, и здесь они были крайне важны. Вы сейчас видите результаты, я уверен, вы им довольны. Здесь кремниевая пластина меняет свой цвет с серого на синий. А происходит это потому, что на поверхности наносят специальный слой АйТО – оксид индиолова. Все это сделано для того, чтобы максимально поглотить весь поступающий свет на ячейку, и, соответственно, максимально преобразовать свет в электричество. Процесс полностью автоматизирован. После всех этапов производства и контроля 60 ячеек соединяются в один модуль. В день таких производят до полутора тысяч. Весь цикл занимает всего 20 часов. Первая партия гетероструктурных модулей уже отправилась на строительство солнечной электростанции. Ее запустят в сентябре в республике Алтай. Мощность 20 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 4 тысяч домов. Руководство Хевио поделилось планами на будущий год. Второй этап – модернизация, увеличение мощностей и выход на мировой рынок. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. А теперь предприятие, ситуация на котором вызывает беспокойство в правительстве республики. Речь про чувашский бройлер. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева провели брифинг для журналистов. Сейчас долги предприятия в бюджетах разных уровней – 44 миллиона, а по зарплате более 30 миллионов рублей. Напомним, что 49% акций предприятия принадлежит Чувашской республике, 51, в группе компаний, подконтрольной курскому предпринимателю Александру Четверикову. В июне 2016 года он через подконтрольное ему предприятие инициировал процедуру банкротства чувашского бройлера. При этом общая сумма долга была чуть более 3 миллионов рублей. И тогда предприятие было в состоянии погасить указанную кредиторскую задолженность и избежать процедуры банкротства. Процедуры банкротства все же избежать не удалось. Она была введена на чувашском бройлере в январе 2017 года. Руководитель предприятия, ставленник собственника, не сделал ничего, чтобы сократить задолженность и стабилизировать ситуацию на предприятии. Причем эксперты отмечают, что подобные схемы банкротства не новы. Имеются примеры того, как ранее схемы преднамеренного банкротства были применены группой компании агрохолдинга, принадлежащего Четверякову, в отношении других хозяйственных обществ, в результате которых организации лишались своих основных производственных активов. Чувашский бройлер из-за сложного финансового положения было так преподнесено, что не может гасить долги перед Сбербанком. То есть гасить свой кредит. И в то же время подконтрольная организация Четверякового Лотостеха приобретает все права кредитора, в том числе право залога на все заложенные Сбербанку России за те же деньги. Хотя эти деньги можно было еще раз подчеркивать, погасить кредит и дальше развивать предприятие. Сейчас на Чувашском бройлере работает 300 человек. Выращивается около 600 тысяч голов птицы. При полной загрузке и соответствующей модернизации предприятие может производить до 13 тысяч тонн мяса в год. Но сейчас неожиданно возникла проблема с кормами. Общество с ограниченной ответственностью Тениторг в нарушении договорных условий не поставляет необходимый объем кормов. Только во вторник вместо 65 тысяч тонн кормов завесли 10 тысяч. Около 600 тысяч головки из бройлеров. В инкубатории заложено около 211 тысяч инкубационных яиц для последующей посадки в печники. По предварительной оценке, заключенные все вот эти договоры являются для Чувашского бройлера заведомо убыточными. Сегодня мы получили предварительную оценку экспертов. Только за 6 месяцев, не включая зарплату, ущерб нанесен чуть больше 23 миллионов рублей. Образовалась картотека у Чувашского бройлера по долгам порядка 30 миллионов рублей, без учета задолженностей по зарплате. Заведомо невыгодность указанных сделок подтверждена и Минэкономразвитие Чуваши. Обществу запрещены все операции с расчетным счетом, кроме выплаты зарплаты. Из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями на фабрике имеется угроза прекращения поставок газа, отключения электроэнергии. Недавно представители правительства Чуваши встретились с Александром Четвериковым. Предложили ему помощь в поиске инвестиций, но получили отказ. Курский предприниматель готов стабилизировать обстановку на предприятии, но выставил несколько условий. Он требует прекратить уголовное дело, назначить на пост директора его человека и продать акции. Выкуп акций республики не значит, что мы не будем контролировать вопросы того, что предприятие можно просто банкротить, а активы перепрасывать на другое предприятие. Мы все равно за то, чтобы в Чувашской республике действовал и функционировал нормально, в стабильном режиме чувашский бролер. Вау! То есть мы в этой части все равно контролировать ситуацию будем. Мы об этом высказали как раз четверякову, что его не устраивает. Он хочет, чтобы мы просто отошли, продавшие ему акции республики, уж если просто говорить, и не вмешивались в деятельность, и позволили ему банкротить предприятие, переводя его активы на тот же Тенеторг или на другое общество, которое ему удобно. За год стоимость акции Чувашского бройлера уменьшилась в два раза. Наталья Тимофеева считает, что курский предприниматель специально банкротит предприятие. И мы видим умысел его действий по обанкрачиванию в части этого предприятия, именно умышленном уменьшении стоимости пакета акций. И этим он сегодня, мы как полагаем, не хочет остановиться, хочет ввести дальнейшие процедуры конкурсного производства, уйти от наблюдения в установленном порядке, и чтобы эту стоимость еще более снизить. Борьбу за предприятие в правительстве продолжат и не допустят, чтобы сотрудники Чувашского бройлера были уволены. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Рана Гавилян, Республика. 2017 год объявлен в России годом борьбы с онкологическими заболеваниями. В Республике проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в онкологии». Ее участники – врачи-онкологи со всей России. В программе «Вопросы развития IT-технологий в здравоохранении и инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей». Первый день форума оказался насыщенным на лекции и семинары. С докладами выступали ведущие онкологи страны, специалисты из Московского центра онкологии имени Блохина. Поделиться и перенять опыт в области телемедицины приехали и наши соседи – онкологи из Татарстана и Удмуртии. Мы приехали перенять опыт и посмотрим, что у вас есть. Конечно, мы уже наслышаны о том, что многое у вас уже внедрено. Ну и будем внедрять у себя. Мы можем связываться с онкологами первичных онкологических кабинетов путем телемедицинских консультаций, не только по телефону. Будем консультировать пациентов также, допустим, путем телемедицинских консультаций. Статистика гласит, что количество онкобольных в стране с каждым годом увеличивается. Однако бить тревогу не стоит, отмечают специалисты из Федерального центра. Во многом благодаря эти технологиям рак научились быстрее и точнее диагностировать, а значит продлевать жизнь пациентам. В настоящее время телемедицина включает в себя множество вариантов применения. Как мы знаем, это видеоконференции, передача изображений, удаленный мониторинг пациентов, консультация пациентов с помощью телекоммуникации, а также обучение и показ выполнения процедур, операций на расстоянии. Мы с вами не стоим на месте. И в мае 2016 года на базе диспансера был открыт научно-консультативный центр, где организована возможность проведения телемедицинских консультаций пациентов с ведущими специалистами РОНС имени Блокина. В научно-консультативном центре онлайн-консультации проходят и с районными специалистами. Это позволяет не только сберечь такое ценное в случае с онкозаболеваниями время, но и сэкономить бюджетные средства. Момографические снимки сегодня переводят в цифровое изображение и отправляют по сети. Это не только хорошо на расстоянии, качественно подработать с изображением, это все замечательно, но самое главное, что это сразу удешевляет исследование. Уходит что? Дорогая пленка, раз, специальная, да, номенография. Уходят проявочные эти самые растворы, два, уйдут вот эти растворы, уйдет пленка и останется цифра. В рамках конференции развернулась тематическая высовочная экспозиция производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, средств диагностики и профилактики раковых заболеваний. Завтра второй заключительный день конференции. В рамках него занятия по выявлению онкозаболеваний для своих коллег проведут московские специалисты. Дарина Игнатьева, Айрана Гавилян, Республика. Что за черная зловонная жидкость вытекала из колодца за химпромом? Это продолжают выяснять специалисты. Напомню, тревогу забили пользователи соцсетей. Вот такое видео загрузил на ютуб пользователя Евгений Добрынин. Затем материал появился на форуме на связи. Сегодня наблюдал ужасную картину отравления или даже, можно сказать, уничтожения природы матушки. В городе Новочебоксарск за химпромом из-под земли бьют гейзеры черной вонючей жидкости. Эти нечистоты разливаются во все каналы и ближайшее болото. После чего попадает в Цивиль и, соответственно, в Волгу. Запах там стоит ужасный. Кто за это должен нести ответственность? Направил в прокуратуру Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Минприроды. Прокуратура Новочебоксарска, судя по всему, выяснила, кто стоит за этой лужей. В рамках проверки было установлено, что данный конституционный колодец эксплуатировался управлением и отходами. Директор предприятия был вызван в прокуратуру, который пояснил, что заключено конституционное соглашение с правительством Чувашской республики. И действительно, данные конституционные сооружения были им использованы в рамках деятельности. Работниками данной организации была произведена откачка точных вод. Иными словами, данная жижа от хода деятельности полигона ТБО, которые по канализационным сетям должны были дойти до очистных сооружений. Но по какой-то причине вылились, не доходя до них. Впрочем, в отличие от прокуратуры Новочебоксарска, у природоохранной прокуратуры уверенности в этом пока нет. Говорить пока об этом рано, поэтому и был произведен анализ необходимых проб. И уже после всех возможных вычислений и установлений, то полномоченными лицами будет произведен расчет и будет дана оценка. Изучение проб может занять около двух недель. Тогда станет ясно, кому и каким образом придется компенсировать вред экологии. Итоги полугодия подвели сегодня в Маргаушском районе. Подробности у Дмитрия Ковалева. В спорах вокруг школы села Кошмаши можно поставить окончательную точку. В администрации района взвесили все за и против. Эксперты признали здание аварийным, проводить уроки в его стенах небезопасно. Глава республики отметил, что рисковать здоровьем детей недопустимо. Ученики будут переведены в другие школы, вопросы с их подвозом решены. Наша задача 1 сентября, чтобы дети были распределены по школам. Это ваши полномочия под координацией Министерства образования. И все нормально, комфортно. Дети будут обучаться. Родители отдельно, может быть, какой-то дискомфорт будут чувствовать. Но беды здесь никакой нет. Школьные автобусы мы еще две единицы выделяем. Об этом договоренности есть. Конечно, в перспективе, может быть, и школа новая будет построена. Программу мы актуализируем. Другие школы муниципалитета к учебному году готовы и прошли проверку. Жаркая пора сейчас на полях. Уборочные работы начались поздно, и пока район отстает от намеченного плана. Михаил Игнатьев призвал ускорить темпы. На помощь местным аграриям могут прийти коллеги из других муниципалитетов. Надо подтягиваться. По республике практически мы переваливаем сегодня за половину уборку урожая зерновых, зернобобовых культур. Яльческий район является лидером. Практически они работают, можно сказать, в круглосуточном режиме. Первостепенная задача для властей района увеличивать долю собственных доходов в бюджете. Резервы есть. Большие доходы в казну может принести муниципальное имущество, которое сейчас находится в аренде. В условиях 2017 года основной нашей задачей в части вопроса в бюджетной регионе является выполнение условий заключенного соглашения по повышению эффективно использования бюджетных средств, увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнение установленных контрольных показателей и соотношений. Напомню, что по условиям соглашения мы должны обеспечить рост собственных доходов не менее 5,8%. В муниципалитете забуксовала программа «Безопасные и качественные дороги». Ремонт одного из объектов подрядчик затянул. Ситуацию на постоянном контроле держат не только районные власти, но и региональный Минтранс. По ООССКОМ не укладывается график проведения производства работ. На сегодняшний день из предусмотрения 33,7 миллиона рублей освоено всего-то 1,5 миллиона рублей. Из-за недели на объектах с участием работников Минтранса мы проводим планерки. Маргаушский район нуждается в инвестициях. Производственные мощности сейчас расширяет предприятие «Сеспель». Благодатной нивой для новых проектов может стать федеральная трасса. В идеале, конечно, нужно постараться вот эту полосу, которая прилегает к М7, сделать свободной для будущих инвесторов. Я понимаю, что там, наверное, частные собственники уже есть, и это было бы сделать сложно. Но, по-моему, одно из них – это СКПК, на которое, возможно, район может повлиять. Вот это было бы очень хорошо, и поставить таблички «Свободно для инвестиций». На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев отметил, что у муниципалитета колоссальный потенциал. За прошедшие 7 месяцев было сделано немало, и теперь есть все шансы вырваться в лидеры. Поддержка со стороны правительства будет увеличиваться и дальше. Только в этом году из регионального бюджета «Маргауши» получили порядка 500 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. До начала учебного года меньше двух недель, пока дети догуливают. Последние дни каникул родители закупают школьные принадлежности. Как отличить качественный товар от некачественного? Сделать выбор помогут эксперты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. До 4 сентября включительно волнующие вопросы можно задать по телефону горячей линии. Алло. Здравствуйте. Алло. День добрый. Это Роспотребнадзор. Это консультационный центр Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей. Ага. Можно вопрос задать? Да, конечно. Я вот хотел бы узнать, мы ребенка в школу собираем, проверяется ли безопасность школьных принадлежностей, как товаров, например. Там просто дети грызут ручки, гандаши. Этот вопрос сегодня задавали чаще любых других. Беспокойство родителей вполне понятно. Дети – народ любопытный. Вполне могут и красками соседа разрисовать, и гелевую пасту на вкус попробовать. Поэтому концтовары должны быть в первую очередь безопасными. Лаборатория произвела исследование школьно-письменных принадлежностей. Да, отбирались эти пробы на соответствии техническому регламенту ТРТС о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Все пробы соответствовали требованиям. Жителям Чувашии переживать не стоит из-за качества школьной формы. Все точки республики, реализующие школьную форму, проверены экспертами Центра эпидемиологии. Вся эта школьная форма надлежащего качества. Или есть какие-то исследования, которые подтверждают, что там какая-то форма не отвечает нормам безопасности. Специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения, Центр гигиены эпидемиологии в Чувашской республике, производят отбор и исследование продукции. Все пробы соответствовали требованиям по химической безопасности. И все же нужно быть начеку. Если вы обнаружили некачественный товар, его всегда можно вернуть. Вы имеете право, как покупатель, обменять на такой же товар или на другой с соответствующим перерасчетом. Или расторгнуть договор купли-продажи и возвратить эти денежные средства. Горячая линия по вопросам качества детских товаров работает по будню с 8 утра до 5 вечера. Задать вопрос специалистам можно и лично обратившись в Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. 1 сентября. Начинаются занятия не только в учебных заведениях, но и в спортивных секциях. Начало учебного года готовится и в школе настольного тенниса и стрельбы из лука имени Ирины Солдатовой. С подробностями Юлия Важанина. Этот вид спорта овеян легендами и мифами. Они связаны с греческой богиней Артемидой, защитником бедных Робином Гудом, или народным героем Швейцарии Вильгелемом Телем. Я говорю о стрельбе из лука. Это искусство Папарао считается одним из самых красивых и грациозных. Что может помешать профессиональному лучнику? Только ветер. Против всего остального у спортсменов есть свои приемы. Их знают и ученики спортивной школы по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой. Роман Ефимов попал в ряды лучников случайно. Его привел друг и вошел во вкус. В итоге так и затянуло. Там как-то пошли победы, выполнение разрядов. Я так уже 7 лет до сих пор стреляю. Когда попадаю в 10, такие радостные ощущения. Хочется, чтобы больше было этих ощущений. Из-за этого сейчас тренируюсь. Нравятся также победы. А побед у него немало. В этом году Рома стал чемпионом России по стрельбе из лука. Стать профессионалом своего дела может каждый из этих лучников. Здесь за 2-3 года можно дойти до уровня мастера спорта. В первую очередь у нас качество – это сдержанность и психоустойчивость. Каждый выстрел – это нервы. Поэтому у кого крепче нервы, тот, соответственно, и лучше стреляет. Крепкие нервы нужны и в настольном теннисе. Не даром он второй в мире по технической сложности и третий по выносливости. Начинают дети заниматься на этапе ночной подготовки. У них идет плановое – это три раза в неделю по полтора часа. На соревновательных этапах они играют в день, а не по 5-6 часов. В принципе, непрерывно. Это очень тяжело. В школе имени Солдатовой настольным теннисом занимается около 700 человек. Есть дети маленькие звезды. Большому спорту теннисисты начинают готовиться с 5 лет. Я в Казани занимал на Надежде Татарстана второе место. Я занимаюсь четвертый год. Мне это нравится. И я буду дальше заниматься. Андрей Масовер занимается теннисом уже 7 лет. А вот в столицу Чувашии приехал совсем недавно. Я переехал с Алтайского края сюда, потому что там не с кем тренироваться. Здесь много ребят хороших. И тут я могу прибавить. В планах Андрея стать мастером спорта. И по его мнению, школа имени Солдатовой – именно то место, которое поможет ему достичь желаемого. Ее двери открыты для всех желающих. С начала учебного года здесь формируются новые группы. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. И сегодня пришла печальная новость из мира спорта. На 71-м году ушел из жизни заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашия Юрий Кузнецов. В разные годы он был деканом факультета физкультуры в Чувашском государственном педуниверситете. Руководителем детско-юношеской спортивной школы. Председателем Федерации спортивной гимнастики Республики. В последние годы Юрий Кузнецов преподавал в ЧГПУ. Прощение с ним состоится 26 августа в 12 часов в зале ритуальных услуг по улице Гражданская. Вековой юбилей в январе будущего года отметят Чувашский драмтеатр имени Константина Иванова. В честь этого события коллектив театра решил, что побывает с гастролями в районных центрах Республики. На этот раз артистов встречали красные читая. В деревне так называется пьеса Федора Павлова. Именно она, по мнению артистов, номер один в репертуаре. И многие сезоны коллектив открывал именно этим спектаклем. Кстати, в нем задействована вся труппа. Этот спектакль, он просто феноменальный, классика нашего театра. И его должен посмотреть каждый. Он просто так выстроен, это просто шедевральный спектакль. И очень хорошо, что именно этот спектакль мы везем по районам. Свадебные игровые обрядовые песни звучат в пьесе. Автор опирался на богатый фольклорный материал. И кто только не играл в спектакли за этот век. Наша миссия заключается в том, что мы, именно выезжая в этих клубах, во дворцах культуры, рассказываем об истории нашего театра. О тех артистах, которые работали в нашем театре за эти сто лет и ныне работают. А работающих ныне мы даже чествуем с выходом на сцену. Чтобы знал народ своих земляков, работающих ныне в нашем Чувашском театре. Увидеть пьесу смогут жители всех районных центров нашей республики. Артисты театра приедут в каждый из них. А следующая точка гастролей – в село Батырево. Юлия Важенина, Дина Кустова, Расиль Мухаммедов, Республика. 40% семей в Чувашии нуждаются в улучшении жилищных условий. Чтобы позволить себе новое жилье, нужно как минимум три благоприятных фактора. Достаточный доход семьи, адекватная стоимость квадратного метра и доступная ставка по ипотеке. Подробности далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. В Сбербанке новые процентные ставки по ипотеке называют беспрецедентными. Теперь купить квартиру как в новостройках, так и на вторичном рынке можно на выгодных условиях. Ставки на новые квартиры составят от 7,4% на вторичное жилье от 8,9%. Специалисты Сбербанка отмечают, что в этом году спрос на ипотеку вырос. Мы рады тому, что оживился реально спрос на ипотеку, на покупку жилья со стороны населения. То есть мы видим практически 30% повышение спроса. То есть у нас порядка 3400, а даже больше, чем 3400 семей смогли приобрести квартиры с помощью Сбербанка в этом году. Сбербанк активно работает со всеми застройщиками Чебоксара-Ново-Чебоксарска. Льготная ставка по ипотеке действует на квартиры в Новом городе, в Ковшинке, Солнечном, Ясной Поляне, Радужном, Университете и в нескольких других микрорайонах. Очень волнует размер платежа, даже не столько ставка, сколько размер платежа. То есть возможность оформить кодит не на 7 лет, а на чуть более долгий срок. В этом случае ставка у нас будет 9,4 с использованием сервиса электронной регистрации и 9,5 без использования сервиса электронной регистрации. Если у нас обращается к нам молодая семья, то для них ставка 8,9 на срок 30 лет. Специалисты Сбербанка подсчитали, что сейчас 32% семей предпочитают новостройки. Чтобы увеличить спрос, многие строительные компании предлагают новые квартиры уже с готовым ремонтом. Стоимость жилья увеличится ненамного. Зато сразу можно взять потребительский кредит на покупку техники или мебели или поехать в отпуск. Мы считаем, что ипотека – это двигатель целых нескольких отраслей. В стране у нас это строительная отрасль, еще подтягивает за собой ряд других отраслей экономики. И очень важно поддерживать именно спрос людей на покупку жилья. С 1 августа Сбербанк запустил и акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками. Ставка финансирования под поручительство друзей или родственников – 12,9. Без обеспечения – 13,9% годовых. Эта акция действует для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей на срок до двух лет включительно. Сбербанк отмечает, что за оформление кредита не берется комиссия, а предложение по страхованию жизни – необязательное. Новые предложения позволяют на выгодных условиях осуществить все задуманные планы. Получить подробную консультацию по жилищному кредиту можно в любом офисе Сбербанка на территории Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова